В этом выпуске вы узнаете, с какого возраста можно вставать на вейкборд. Катаюсь я около 15 лет. Мой отец поставил меня на вейкборд в 5 лет. Почему девушкам стоит заниматься вейкбордингом? Будет очень красивое тело, упругое, попа, ноги, накачанный живот. Одни плюсы. Как показала практика, экстрим – дело непростое. Ведущие программы «Спортлайф» провели выходные на самом экстремальном фестивале Севастополя. Всем привет! Это программа «Спортлайф». И с вами ее ведущие Арсений Ковалевский. И Алифтина Игнатьева. Лето, солнце, жара, девушки в купальниках. Однако пляжный сезон – не время забывать и о спорте. Тем более, когда в Севастополе проходит фестиваль экстремальных видов спорта «Эксперт». Как вы понимаете, мы не пропустили отличную возможность и отправились прямиком на набережную Корнилова, главную площадку фестиваля. Слушай, как тут круто. Может, на скейте попробовать прокатиться? Серег. Подстрахуешь? Давай. Не-не-не-не. Нет, все. Не с тайского бокса синяков хватило. Я не готова. Поищем что-нибудь другое. Ну, или на самокате покататься. Ну, давай. Ну что, накатался? Да нет, в такую жару тоже не вариант. На той стороне бухты вроде водные виды спорта. Пойдем проверим? Пойдем. О, а это еще что такое? Я что-то слышала об этом, правда, не помню, как называется. По-моему, какой-то бординг. Ладно. Девушка, а что это у вас за штука такая? Это вейкборд. Тотка для водного вида спорта. На этой доске можно кататься за катером и на лебедке, которая вот установлена здесь. Экстремальный вид спорта, но, в принципе, на него могут стать и самые неопытные. Точно, вейкбординг. Это как скейтбординг, но немножко по-другому. Не очень общее. У них только слоу-борд. Доска. Доска, скорость, катер, лебедка. А как по травматизму-то это? Сильно опасно? Это не очень опасно. Главное – разминаться и разогреть мышцы перед тренировкой. Для девушек, как этот вообще вид спорта подходит, можно обогнать парней, потягаться с ними? Да, конечно, любой может стать, даже самый маленький малыш. Девушке, они очень легкие, им будет гораздо проще прыгать какие-то трюки, но главное – иметь сильные руки. В принципе, также будет очень красивое тело, упругое, попа, ноги, накачанный живот. Одни плюсы. Ну что, собственно, вам рассказывать так долго? Пойдемте покажу, как это происходит. Доска, скорость, катер, лебедка. На самый экстремальный фестиваль спорта в Севастополь приехало немало титулованных спортсменов. Мы не могли упустить возможность не пообщаться с одним из фаворитов соревнований чемпионом России по вейкбордингу Никитой Терсковым. Никита, расскажи, как давно ты катаешься и как пришел в этот спорт? Катаюсь я около 15 лет. Мой отец поставил меня на вейкборд в 5 лет. Собственно, он меня и привел в этот вид спорта, сам начал кататься, буквально вот как только появился этот спорт в России. А конкуренция по России большая? Да, сейчас очень много молодежи, которая подрастает и выходит на европейский уровень. В принципе, у нас развитие идет неплохо. Насколько я знаю, помимо того, что ты отличный спортсмен, ты еще и хороший тренер. Вот какие ты можешь дать основные советы новичкам, которые только решили заняться вейкбордингом? Научиться можно за 10 минут. То есть вот есть реверсная лебедка, как здесь, которая ездит туда-обратно. У тебя есть сет 10 минут, и за этот сет можно встать и поехать. Это самое минимальное, что можно успеть. Также там можно научиться за первый сет проходить повороты, например, и разворачиваться. Главное, хорошо слушать. Это очень важно. На вейкборде основной элемент, за счет которого ты едешь, это ручка, фал, который тебя тянет. Можно это сравнить с ездой на сноуборде, но там ты качишься с горы. Тут тебе надо работать с тягой, поэтому руки никогда нельзя тянуть на себя, потому что мы сразу пойдем на спину. Надо, чтобы лебедка нас тащила. Соответственно, расслабили руки, держим их перед собой, встаем ровно над доской, не тянем их к себе. Еще раз повторю, потому что ты всегда говоришь, не тяни на себя руки. Человек, как только стартует, сразу руки на себя потянул. Говорит, почему я упал? Чтобы спокойно ехать прямо, вам надо встать ровно над доской, то есть не давить ни на передний кант, ни на задний. Встаем ровно над доской, чуть согнули ноги, руки держим чуть-чуть или чуть-чуть согнутые, либо совсем прямые, и все, и мы уже едем. Отлично, сейчас тогда мы это и проверим. Рассказ участников X-Festa заинтересовал нас. Но пока выступать на чемпионате нам не светит, мы выбрали уединенный вейк-парк, где и смогли бы отработать пару-тройку движений. А поставит нас на доску наш тренер Богдан Прокопчук. Добрый день. Привет. Ну что, ребят, готовы покататься? Конечно, готовы. По вам не видно. Думаю, нужно переодеться. Для того, чтобы начать заниматься вейкбордингом, вам потребуется экипировка. Ее можно взять на прокат или купить самостоятельно. Стоимость всего снаряжения примерно такова. Доска для вейкбординга стоит от 15 тысяч рублей, крепление для ног около 10 тысяч рублей, шлем полторы тысячи, спасательный жилет 3500. Ну что, мы готовы вперед в воду? Нет, ребят, прежде чем лезть в воду, нужно сначала немножко понять, как будете себя чувствовать в борде. Для этого есть специальное приспособление – балансборд. Это первая стадия любого начинающего вейкера. Для того, чтобы перед тем, как лезть в воду, нужно хотя бы немножко научиться пользоваться им. В чем основная суть? Подержать баланс. Так, ну что, балансборд мы худо-бедно освоили, да? Будем считать, что так, ребят. Теперь можно в воду. Кто первый? Девушки вперед. Кто бы там что ни говорил, вейкборд – это круто, весело и интересно. Даже если в начале у вас ничего не получается. Ну что, Арсений, настало твое время. Готов. Шикарное. Это действительно ни с чем нельзя сравнить. Даже для первого раза вроде ничего так получилось. Да ладно, Аля, не парься. Ну, тренер же сказал, не у всех получается с первого раза. Ну, как у меня. В любом случае, даже если у меня ничего не получилось, это было очень весело. А с вами, друзья, увидимся в следующий раз. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова